В прошлом уроке мы рассмотрели атрибуты InUnit, а сегодня мы с вами рассмотрим так называемое утверждение InUnit или Assertion. Для того чтобы проверять как работает ваша программа, где возникают ошибки, InUnit использует класс Assert. У этого класса есть множество методов для различного рода проверок. Используя эти методы вы можете задать некоторые утверждения. Используя эти методы вы как бы указываете программе как правильно должна она себя вести. InUnit имеет возможность сравнить ваши утверждения с тем как на самом деле ведет себя программа. Соответственно, если реальная программа не удовлетворяет вашим утверждением, вашим требованиям, то InUnit сообщает о том, что тесты не проходят. Если же ваши утверждения оказываются верными, то есть программа им удовлетворяет, значит программа работает правильно, корректно и вы получаете об этом уведомление от InUnit. Какие же утверждения вы можете использовать в своих тестах? Прежде всего утверждения на равенство. Утверждения равенства проверяют свои параметры на то, что они равны друг другу. Первым таким утверждением является aEqual. Значит, у этого метода есть первый параметр, это то, что вы ожидаете. Второй это то, что есть на самом деле. И у большинства утверждений есть третий параметр, так называемый месседж. Это текстовая строка, некоторый такой комментарий, который вы можете добавить к вашему утверждению, для того, чтобы InUnit более точно и вразумительно вам сообщил, где именно возникает ошибка и с чем именно она связана. То есть если ваше утверждение не сработает, если программа ведет себя некорректно, то вы получите вот это сообщение дополнительно к тому, что InUnit сообщит вам о том, что тест не прошел, дополнительно вы получите вот это сообщение, которое здесь указывается. Второе утверждение противоположно первому. Здесь вы просто утверждаете, что два параметра не должны совпадать, не должны быть равны. То есть то, что вы ожидаете, не должно совпадать с тем, что есть на самом деле. Когда вы пытаетесь сравнивать действительные числа, то предусмотрен еще один дополнительный параметр. Поскольку действительные числа очень трудно сравнивать абсолютно точно, потому что они могут содержать некоторую погрешность, то для того, чтобы сравнивать действительные числа, есть переопределение метода Aequal, в котором в третьем параметре указывается вот эта самая точность. С какой точностью параметры должны соответствовать друг другу. То есть если в данном случае результат отличается от нуля меньше, чем на одну десятитысячную, то считается, что он равен нулю. В противном случае это утверждение не будет выполнено. Очень важно иметь в виду, что методы Aequal и Anotequal могут работать и с массивами, и с коллекциями. Это бывает очень удобно, когда у вас в тестах необходимо сравнить на равенство именно большие коллекции. Следующий тип утверждения это утверждение идентичности. В этих утверждениях проверяется, что две ссылки указывают на один и тот же самый объект. Не просто объекты равны, а они являются ссылками на один и тот же объект. Это утверждение A-Same и противоположное ему утверждение A-Not-Same. То есть в данном утверждении говорится, что две ссылки не указывают на один и тот же объект. Еще одно полезное утверждение идентичности это утверждение Contains, которое проверяет, что данный объект входит в указанную коллекцию. Или что данная коллекция содержит указанный объект. Следующее утверждение проверяют некоторые условия. Is True проверяет, что условие, которое задано в первом параметре, в параметре Condition, истинно. Соответственно, второе утверждение проверяет, что условие ложно. Is False. Третье условие позволяет проверить, что указанный объект, переданный в первом параметре, является указателем на 0. Соответственно, есть и противоположный метод, который проверяет, что указанный объект не является указателем на 0. Для чисел типа Double можно проверить, является ли данное число числом. Дело в том, что в переменных типа Double, кроме чисел, могут содержаться так называемые NUN, то есть NOT A NUMBER, это не числа. Это такие специальные значения, например, как плюс бесконечность, минус бесконечность и некоторые другие. То есть, используя данную проверку, вы можете убедиться в том, что внутри переменной, которая передана первым параметром, действительно находится не число, а какое-то специальное значение. Для текстовых строк и коллекции различного рода, можно вызвать метод isEmpty, который проверяет, что данная строка или коллекция пусты. То есть, не содержит ни одного элемента, не содержит ни одного символа. Следующий тип утверждения, это утверждение типа. Метод isInstanceOfType проверяет, что указанный объект принадлежит данному типу. То есть, является объектом указанного класса, на самом деле. То есть, параметр тип задает класс, которому должен принадлежать данный объект. Аналогично есть противоположный метод, который проверяет, что данный объект не принадлежит указанному типу. Кроме того, существует генерализованная версия данного метода, в которой тип объекта, которому должен принадлежать этот объект, задается с помощью параметра генерализации. Ну, и аналогично есть противоположный метод. Наконец, очень полезный набор утверждений для работы с текстовыми строками. На самом деле, к сожалению, программисты очень часто забывают про эти утверждения. И, в общем-то, зря. Они очень удобны для работы в тестах. В частности, утверждение string assertContains проверяет, что строка actual содержит строку expected. То есть, параметр expected должен определять строку, которая входит в состав строки actual. Если это происходит, то утверждение считается пройденным. В противном случае, тест выдаст сообщение об ошибке. Следующая проверка startsWith проверяет, что данная строка, строка actual, начинается с того текста, который вы размещаете в параметре expected. Аналогично можно проверить, что строка заканчивается определенным текстом, который вы указываете с помощью метода endsWith. Еще один полезный метод проверяет, что две строки равны, то есть, соответствуют друг другу, игнорируя при этом, как это по-русски называется, кейс. Грубо говоря, большие и маленькие буквы. То есть, сначала тексты приводятся к одному размеру букв, а потом эти строчки сравниваются. Ну и, наконец, еще один метод для сравнения строк. Называется он IsMatch. И он проверяет, что данная строка удовлетворяет регулярному выражению. Есть такая очень интересная возможность задать некие правила, правила, которым должна удовлетворять строка. Таким способом можно, например, легко проверить, что строка содержит, например, номер телефона, или что строка содержит адрес, интернет-адрес какой-то и так далее. Более подробно, если вы захотите посмотреть, как это делается, поищите литературу по рег-экспам, так называемым, регулярным выражениям. Также существует утверждение для коллекций. Точно так же вы можете проверить, что определенный объект содержится внутри коллекции. То есть, что коллекция содержит определенный объект. С помощью вот такого метода contains. На самом деле для коллекции существует большое количество различных методов, но мы не будем сейчас их все рассматривать. Вы легко можете найти их в соответствующей документации. И вы можете там проверить, что две коллекции равны, что одна является подможеством другой, что все элементы коллекции уникальны, что в коллекции нет элементов, которые указывают на нул, что коллекция может быть упорядочена и так далее и тому подобное. Много разных методов, действительно. В документации вы можете спокойно это все посмотреть. Наконец, существует утверждение для работы с файлами. С файловой системой. В частности, метод Aequal для работы с файлами проверяет, что потоки или файлы, заданные в первом и втором параметре, эквивалентны. То есть, одинаковые. Аналогично существует противоположный метод, который утверждает, что потоки или файлы не эквивалентны. Точно так же есть еще набор методов для проверки содержимого директорий на диске. Тоже вы можете посмотреть это более подробно в документации, если вы хотите внутри ваших тестов работать с файловой системой. СМЕХ. 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 СМЕХ.